Добрый день! Сегодня мы рассмотрим работу молочной системы, конкретно взбивание молока с помощью нашего вспенивателя. Для того чтобы его прорегулировать, нам необходимо вытащить вот эту резиновую вспениватель. Для этого указательным пальцем мы надавливаем с нижней стороны с внутренним мы тянем. Вот наш вспениватель. У нас есть вот такое регулировочное колесико. Сейчас оно стоит в положении примерно 2 часа. Посмотрим как в этом положении оно взбивает молоко. Для того чтобы показать вам разницу во взбивании молока в зависимости от положения колесика, мы будем мерить по весу молочную пену получившуюся и также замерять ее температуру. Так, температура у нас была 60 градусов. Сейчас она немножко падает, потому что я вытащил. Вес у нас получился 82 грамма и 3 десятых. Теперь достанем наш вспениватель. И чтобы показать разницу мы прокрутим его с положения двух часов, а достаточно сильно поставим его в положение 5 часов. устанавливаем обратно. Точно так же завешиваем и меряем температуру. Как вы видите, уже слишком большой доступ воздуха, слишком много пара, поэтому молоко практически не взбивается. Сейчас меряем температуру. Получается уже намного больше. Скипятилось у нас молоко. 72 градуса. Было 72 градуса, а по весу у нас получилось 54,7 грамм. Поэтому мы рекомендуем поставить себе пометочку в каком положении должен находиться регулировочное колесо настройки, чтобы в случае, когда вы его промываете и случайно задели, чтобы вы вернули его в исходное положение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВОЕСЛАЯ МУЗЫКА ВОЕСЛАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...